Физкульт привет, друзья и ученики! В прошлый раз я показал вам, как Аксель тренирует спину и заднюю дельту. Сегодня вы увидите тренировку грудных мышц. Грудные мышцы поистине впечатляющие у Акселя, плотные, наполненные, выпуклые. И я вместе с ним потренируюсь тоже. Скажу сразу, очень интересная тренировка, советую попробовать. И вы сами почувствуете невероятную наполненность. Начали мы с тренажера Пэк Дэк. Прекрасный тренажер для того, чтобы прочувствовать грудные мышцы, разогреть их, разогреть суставы. Естественно, до этого сделали общую разминку. Когда начинаете, и первым упражнением у вас идет данный тренажер, советую вам не борщить с весами. Чувствуйте наполненность, чувствуйте, что разминаетесь. Не путайте разминку с работой. Поэтому небольшой вес, 15-17 повторений. И в первую очередь это делается именно в данной тренировке, именно почему так делает Аксель, чтобы наполнить мышцы кровью, разогреть мышцы, суставы, связки и предварительно их утомить. На что нужно обращать внимание в данном тренажере? Как и всегда, для грудных мышц нужно держать лопатки сведенными. Это усилит ощущение работы и саму работу грудных мышц. Локти должны быть приподняты, не опускайте локти. А кисти желательно должны быть выше немножко ваших дельтовидных мышц. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы работали именно грудные мышцы, обратите внимание, а не передний дельтоид. Почувствуйте разницу, когда вы будете делать, что кисти, локти и дельты находятся параллельно полу, или почувствуйте, когда кисти будут выше. Совершенно разные ощущения от тренировки. И, конечно же, сама грудная мышца действительно работает. То же самое касается и растяжки. Когда вы будете растягивать грудную мышцу, то беритесь кистью за опору чуть выше плеча. Если хотите растянуть плечо, а нужно очень дозированно и аккуратно это делать, то беритесь параллельно с плечом. Простые правила, но все эти маленькие нюансы, детали как раз таки и определяют, что у вас работает. Это и называется ментальная концентрация и правильный, грамотный тренинг. Мы сделали четыре подходика данного упражнения. Хорошенько разогрелись. Аксель немножечко еще потянулся на брусьях. Но вы знаете, кто смотрит мой канал, я не рекомендую делать растяжку между подходами, между упражнениями. Единственное, когда нужна растяжка, это в конце тренировки. Но очень дозированная, легкая. А вот вечером, каждый вечер перед сном, вам нужно растягивать мышцы. Мышцы всего тела. Потому что тренируясь, мышцы укорачиваются. И со временем действительно становятся короче. И уже удобная для вас нагрузка, вес, к которому вы привыкли, может привести к травме. Чтобы этого не было, чтобы мышца оставалась функциональной, растягивайтесь каждый вечер перед сном. И ученые доказали, что лучшее время, самое безопасное время для растяжки, это 10-11 часов после того, как вы проснулись. Следующим упражнением Аксель делает жим-лёжа. Его жим-лёжа горизонтальный, невероятно концентрированный. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Он не гонится за весами, хотя довольно-таки сильный парень. Сосредотачивается на чёткой работе мышц. Вы знаете, что лично я не рекомендую делать жим-лёжа в качестве массонаборного упражнения. Я за то, чтобы включать жим-лёжа горизонтальный в программу, когда мы тренируем силу. Я за то, чтобы сжать гантели горизонтально. Но Аксель предпочитает именно сегодня поработать в жиме штанги-лёжа. И мы с ним это сделаем. Естественно, плавно повышаем веса. Первый подход въезжающий, разогревочный. Следите за тем, чтобы ваши лопатки на протяжении всего движения были сведены. Это залог безопасности плечевых суставов и залог того, что работают ваши грудные мышцы. Обратите внимание на плавность, медленность выполнения упражнения. Причём, вы увидите, что она не меняется от того, как будет расти вес. Это никак не влияет. Вся концентрация постоянно на работе грудных мышц. Аксель сейчас, можно сказать, находится в межсезонье. Обратите внимание на его форму. Я его вижу в течение года. Он постоянно в такой форме. Не заплывший. Постоянно, можно сказать, в идеальной форме готов к фотосессиям. Аксель профессионал, FBB. У него есть спонсоры. И, как вы понимаете, он должен быть готов круглогодично к фотосессиям, к различным мероприятиям, где он представляет свой бренд. Он профессионал. Выглядит он, конечно, шикарно. При том, что он гораздо меньше меня, смотрится он гораздо объёмнее. При этом довольно-таки сильный парень. Мы предпочитаем работать в лавке для пауэрлифтинга. Многим неудобно, не нравится. Мне же, наоборот, она нравится тем, что она широкая. Обратите внимание, насколько она шире обычной классической лавки для бодибилдинга, которые находятся в вашем зале. Но я и копировал наш зал именно таким образом, чтобы у нас были различные тренажёры, различное оборудование. Мы отличаемся от всех тем, что у нас есть оборудование для пауэрлифтинга, есть монолифты для приседаний, если кто знает, что это такое. Конечно же, для оборудования для бодибилдинга, есть оборудование для кроссфита и даже для стронгмена. Вы знаете, что я всегда выступаю за периодизацию тренинга. Каждую новую тренировку на одну и ту же группу мышц я провожу по-разному. Кто хочет ознакомиться более детально с моей программой периодизации, я скину ссылку в описании к этому видео о тренинге спины. Спина от А до Я. В статье я там полностью расписываю нюансы тренинга спины и прикладываю конкретный план периодизации. Веса от подхода к подходу у нас с акселем растут, но концентрация остается полной. Без концентрации внимания невозможна никакая тренировка. Но вы понимаете, что веса тоже важны и первые два, даже может быть три года вам нужно потратить на то, чтобы заложить фундамент силы. Когда вам уже можно будет не думать о весах, потому что веса будут приличные, вы будете спокойненько работать действительно над чувством работающей мышцы. Но связь мозг-мышца вырабатывается как раз-таки именно базой, тяжелым силовым тренингом. Все это описано в моих статьях ступени. Четыре ступени есть на данный момент практически с нуля до середнячка. Займет у вас это где-то примерно два года. Ссылки я тоже скину. Если вы новичок, обязательно просмотрите, изучите. Если вы даже тренируетесь уже полгода или больше по неправильным методикам, советую, изучив статьи ступени, определиться, на какой ступени вы находитесь и начинать тренироваться по программе, предложенной в данной ступени. Это очень важный момент. Бодибилдинг начинается с силы, если хотите, с пауэрлифтинга. Сила определяет все и для химика, и для натурала. Для натурального бодибилдера сила, залог, массы. Кто бы вам что ни говорил, если вы не сильный парень, то не ждите каких-то серьезных результатов. Какие должны быть силовые показатели, опять-таки, отсылаю вас к статьям ступени. Я даю конкретные рекомендации в подтягиваниях, в отжиманиях от брусьев, в приседе и в становой тяге. Да, именно эти четыре упражнения определяют, добьетесь вы чего-нибудь в своих тренировках, либо же останетесь аутсайдером и будете, как и большинство, жаловаться и плакать на то, что вы не достигли никаких результатов, потому что не использовали стероидов. Поверьте мне, самые большие и сильные люди тренируются по определенным системам, доходят до определенных силовых показателей даже без применения фармакологии. Если вы еще только новичок или даже только думаете в зал пойти, но уже продумываете, чем бы уколоться, скажу вам сразу, вы человек не из нашего мира и даже не думаете в нем закрепиться. Это путь дебилоидов. Таких как раз таки и называют тупыми качками. Чтобы чего-то добиться, нужна четкая стратегия. И если кто-то говорит, что в бодибилдинге она не нужна, то это тоже полный дебилоид. Потому что тогда же можно было говорить, что и в тяжелой атлетике, и в пауэрлифтинге не нужна никакая стратегия. Но без грамотного плана тренинга, имеющего под собой научное обоснование, вы ничего не добьетесь. И бодибилдинг здесь не исключение. И как вы заметили, если уже знакомы с моими статьями ступени, с моими программами, жим лежа у меня включается в программу только после того, как вы достигли определенных силовых показателей в брусьях, в турнике, в приседе и, конечно же, в стоновой тяге. Сейчас мы выполняем сет с сбрасыванием. Стриптиз многие еще называют дроп-сет. Когда доходим до определенного состояния утомления, с одним весом резко сбрасываем по блину с одной стороны и добиваем очередной сет. После чего сделаем еще один сброс и еще добиваем грудные мышцы. Здесь вот действительно после этого сета я убедился, что Аксель настолько же силен, насколько он выглядит. Несмотря на то, что Аксель, естественно, использует фармакологию, но я вам даю гарантию, что нет ни одного выступающего профессионального атлета, не использующего фармакологию. Это закон джунглей. Ну, для тех, кто начнет придумывать еще какие-то нелепицы, я вам скажу, что нет ни одного спортсмена олимпийского вида спорта, который бы не использовал какую-либо фармакологию. Аксель успешно выполнил свой подход. Загружаем штангу по новой и сейчас поработаю я. Вы видели, что мы шли к этому подходу, выполняя подход за подходом, постепенно плавно повышая веса. Это нужно для того, чтобы подготовить и психику к тяжелой работе, подготовить суставы, связки. На самом деле, при таком тренинге работают промежуточные мышечные волокна. Я тоже включаю подобный тренинг в свои тренировки, но единственное, делаю только один дропсет, то есть сбрасываю вес один раз. Кто давно следит за моим каналом, за моими статьями, знает об этом. Я за то, чтобы каждую тренировку по-разному загружать мышечные волокна. промежуточные, окислительные и гликолитические. Не путайте только быстрые и медленные, это немножечко другая классификация, потому что быстрые могут быть как гликолитическими, так и окислительными, и промежуточными. То же самое касается и медленных мышечных волокон. Хорошее упражнение, но опять-таки повторю, я использую горизонтальный жим лёжа исключительно в силовой день, когда работаю над своими силовыми показателями. Это прекрасное упражнение для проработки всего плечевого пояса, увеличения силы. И потом, когда мы будем работать с гантелями, можем взять более тяжёлый вес и концентрированно поработать над массой грудных мышц. Вот мы закончили жим лёжа. Следующим упражнением у нас будут, скорее всего, жимы гантелей наклонными. Да, так и есть. Мышцы уже разогреты, размяты. Обратите внимание, я часто об этом вам говорю, и большинство спрашивает, как я укладываю свою тренировку в 50 минут, очень просто. Когда мы тренируем какую-либо группу мышц, разминочные подходы нужны только в первом упражнении. Если вы выполняете 4 или 3 упражнения на одну группу мышц, и в каждом выполняете разминку, вы просто тратите своё время, свои силы. Этого делать не нужно, потому что мышцы уже разогреты. Не забывайте, что грудная мышца это единая мышца. Невозможно прокачать грудные мышцы, внутреннюю её часть, внешнюю. Всегда мышца сокращается целиком и полностью. Это закон физиологии. Отличное упражнение показал мне Аксель. После жима гантелей он жмёт, блин. Действительно, пробиваются грудные мышцы, зверски начинают болеть, чувствуя концентрация зверская реально в работающей мышце. Пробуйте. Можно это делать с блином, можно это делать с гантелью. С блином просто удобнее, потому что нужно максимально сжимать кисти. Не просто работать вверх-вниз, а именно старайтесь раздавить блин ладонями. В этом заключается фишка данного упражнения. Сдавливая ладони, между которыми находится блин, мы как бы начинаем выполнять движения вверх-вниз за счёт сокращения грудных мышц. Вообще, попробуйте такую фишку. Перед тем, как сжать гантели или штангу, сначала напрягите грудные мышцы. Не забывайте о том, что в данном упражнении нам также необходимо держать лопатки вместе. Это залог здоровья суставов и напомню, залог того, что работают именно ваши грудные мышцы. Кстати, данный приём позволяет немножечко убрать нагрузку с передних дельт. А нам это и нужно. Нам нужно целиком и полностью направить её в грудные мышцы. Хотите иметь большие грудные мышцы, либо какие-то другие, нужно тяжело пахать. Не нужно большое разнообразие упражнений. Нужно выбрать главные правильные упражнения и прогрессировать в них. Пусть это будет два-три упражнения, но в них выкладываться. Если кто-то думает, что периодизация это лёгкие, тяжёлые тренировки, то это полный бред. периодизация это смена режимов воздействия на мышечные группы. Это очень-очень важно понимать. Если вы просто приходите периодизируя свои тренировки тяжело или легко, это не есть правильно. Это неправильный подход. Переосмыслите это. Прочитайте статью «Спина от А до Я», которую я скину вам ссылочку, и вы поймёте, о чём я говорю. Одно из моих любимейших упражнений для грудных мышц, это как раз-таки жимы гантелей на наклонной скамье. Вообще, я предпочитаю жать гантели. И тем, у кого какие-то проблемы с плечевыми суставами, я рекомендую настоятельно отказаться от штанги и жать гантели. По той простой причине, что гантели задаются вам траекторию, но плечо может подстроиться под удобную для него траекторию. Посмотрите, как работают грудные мышцы, как они наполнены. А штанга создаёт с руками и плечевыми суставами как бы единую раму. И плечевой сустав вынужден двигаться так, как задаёт вектор движения именно вся рама целиком. И это не всегда. и в большую часть случаев не совпадает с удобной безопасной для дельты траектории. Также не забывайте делать специальные упражнения для ротаторов плеча. У меня уже не одно видео есть об этом. И это очень сильно помогает избежать травм и помогает избежать проблем, когда они у вас уже появились. А если вы хотите чтобы у вас этих проблем не было, то тренируйте свои ротаторы. И тогда они у вас не появятся. Еще я нашел совершенно недавно одну фишку. Не пропустите, в ближайших видео я вам расскажу, как снизить боли в ключевом суставе, как тренироваться. А у меня боли уже давно. Я ходил, делал здесь в Америке МРТ, мне необходима операция, но я пока не делаю ее и наверное еще не скоро сделаю. Но тренироваться тренируюсь, поэтому нахожу для себя постоянно какие-то фишки, с которыми делюсь с вами. Мне подсказывают здесь профессиональные атлеты, как они уходят от этого. Кстати, недавно заходил в гости представитель Твинлаба во Флойде. Я его не видел месяца 8, оказывается он не тренировался, сделал операцию на суставе, полностью заменив сустав на современные технологии. Не буду говорить, чтобы не обмануть вас, но теперь у него никаких проблем с суставом нет. Операция дорогостоящая, если у вас нет страховки, а если у вас есть страховка, то стоит она тоже порядка 5000 долларов. Деньги тоже не маленькие, каждый выбирает для себя сам. но лучше прислушиваться к советам старших, более опытных товарищей, чтобы избежать травмы. Поэтому мальчишки и девчонки обязательно тренируйте вращательную манжетку плеча. Собственно говоря, само плечо и состоит из этих мелких мышц. Если вы думаете, что вы делаете жимы и ротаторы получают нагрузку, то вы ошибаетесь. Работают они только от специальных движений. Повторюсь, у меня есть об этом видео, настоятельно рекомендую ознакомиться и выполнять их. Когда делать эти упражнения? Как раз таки перед любыми жимовыми тренировками. Я делаю и перед грудной тренировкой и перед тренировкой дельт. Этого будет вполне достаточно. Как общая разминка в начале тренинга. Мы сделали три подхода жима гантелей с суперсети с жимом блином. грудные мышцы раздуваются, грудные мышцы наполнены кровью. Настоящее ощущение пампинга, ощущение мощной работы. Не забывайте присылать свои вопросы в комментариях, но перед тем, как задать какой-либо вопрос, прошу вас посмотреть мои предыдущие видеоролики, статьи на сайте HMG и изучить их, потому что практически 95% вопросов, которые вы мне присылаете, они идентичны и давно уже озвучены мной в моих статьях, в моих видеороликах. Причем все разложено по полочкам, особенно что касается приседаний, что касается становых тяг. А именно на них я советую сосредоточиться как парням, так и девчонкам. Тем, кто хочет улучшить себя, свою форму, свое состояние, как внешнее, так и внутреннее. Не забывайте, что мотивация внутри вас, а не снаружи. И только правильная техника дает мотивацию. Посмотрите мою статью, видео «Мотивация по-научному», и вы поймете, о чем я говорю. Всегда убирайте за собой гантели, штангу разбирайте. Это дань уважения залу, себе, другим занимающимся. Кстати, я заметил, что больше всего неуважение этого проявляют новички, потому что я не видел еще ни одного профессионального атлета, который бы не убрал за собой снаряд, штангу, тренировочное место. Обращаю ваше внимание на то, что нужно протирать лавку. и не только после себя, но и перед собой, если не хотите иметь проблем с кожей. Об этом я тоже скоро сниму видео, а проблемы могут быть серьезные. Закончим мы тренировку грудных мышц опять-таки пэк-деком, но сейчас веса уже серьезные, рабочие, и действительно нужно выложиться по полной. Мне очень нравится данный тренажер. Кто следит за моими выпусками, знает, что я рекомендую делать разводки именно в пэк-дек, потому что здесь вы застрахованы от травм. В разводке гантелей нужно применять большие, огромные веса, чтобы действительно почувствовать, дать нагрузку грудным мышцам. Иначе это просто физкультура, оздоравливающая тренировка. Если вы хотите получить мышечный рост, вес должен быть большой, а это огромный риск травмировать наш нежный плечевой сустав. Именно поэтому настоятельно рекомендую вам заменить гантели тренажером. Несмотря на то, что вы знаете, что я сторонник свободных весов, но только не в данном движении. А это движение, ребята, как раз-таки основное для мышц груди приводить руку перед собой. Если вы хорошо прочувствуете это движение, вы почувствуете, насколько действительно серьезно и грамотно работают ваши грудные мышцы. Не игнорируйте его. По сути, жим-лежа это тоже приведение руки перед собой, но естественно, что в пэк-дэк оно более изолированное, более правильное. сегодня мы поработали над грудными мышцами. Следующим у нас будет бицепс в этот же день, но об этом я вам покажу уже в следующем выпуске. Не забывайте присылать свои вопросы, всегда рассматривайте любую тренировку через призму сохранения здоровья, потому что без здоровья не важна никакая другая польза. Пользы другой просто не может быть. Какие бы цели вы перед собой не ставили. Будьте здоровыми, увидимся в тренажерном зале, всегда работайте с тяжелыми весами, но с доступными для вас весами. Не забывайте, что тренинг на массу, если только вы не тренируете окислительные мышечные волокна, не должен быть сильно отказным. Вы должны останавливаться до отказа за одно повторение. А тренинг на силу вообще не может быть отказным. Отказы убивают силу. Ну что, увидимся в следующий раз, и Аксель покажет нам, как грамотно и правильно тренировать бицепсы. Всем пока! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова